Уж сильно дрели между собой похожи, а не маркетинговые ли это ход? Дрель может работать с деревом диаметром 30 мм. Потом мы еще посмотрим, какие там двигатели внутри стоят. Возможно, они одинаковые. Смотрим, что там внутри. Если инструмент не использовать, он ржавеет, тупится и, как следствие, деградирует. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Обзор Электроинструментов и с вами Николай Дотошный. Сегодня у меня на обзоре две ударные дрели от торговой марки Интертул. Одна из них модель DT-0109. И вторая DT-0111. И я буду их тестировать и разбирать, смотреть, что внутри. Знаете, на Интертул я уже сделал много обзоров, но в основном у меня в обзорах Интертул цвета такого черного с красным. И многие люди писали в комментариях, что, мол, серый Интертул хуже качества. Ну, мы будем смотреть. Пробежимся быстро по характеристикам. В DT-0109 указали мощность 600 Вт, может зажимать оснастку от 1,5 до 13 мм. Скорость вращения от 0 до 3000 оборотов в минуту. И максимальный диаметр сверления в металле 10 мм, в бетоне 13 мм и в дереве 30 мм. В дрели DT-0111 указали уже мощность 750 Вт. Также может зажимать оснастку от 1,5 до 13 мм. И скорость вращения от 0 до 3000 оборотов в минуту. У дрели DT-011 точно такие же характеристики, как у DT-0109. Только видно, что они как бы отличаются мощностью. Уж сильно дрели между собой похожи. Только в одной заявили 600, в другой 750 Вт. А не маркетинговый ли это ход, а? Ну, мы посмотрим. Ну что ж, а теперь быстро расскажу тем людям, которые покупают в интернете и нет возможности данные дрели подержать в руках. И в 600 и в 700 дрели рукояти прорезиненные. Кнопка включения идет с возможностью фиксации. Но фиксатор спрятан в литье корпуса и будет работать удобно и левше, и правше. Все точно так же в дрели 750 Вт. Чтобы зафиксировать кнопку, нужно постараться нажать фиксатор вовнутрь. Очень нравится, как реализован реверс в данных дрелях. Это не флажок, а это уже идет сувак. Сетевой кабель идет обычный пластиковый с сечением 2х0.75 мм квадратный и длина 2 метра. Клавиша переключения с режима сверления на режим сверления с ударом переключается четко с фиксацией. Кому-то пригодится в работе в стационарном штанге. Я замерил диаметр, он составляет 43 мм. Патрон без проблем зажимает сверла малого диаметра. На данный момент у меня стоит сверло 2 мм, так как я не нашел 1,5 мм. Но видно, запас губок еще есть. То есть 1,5 мм они зажимают без проблем. Чуть не забыл сказать, кому интересно, данные дрели после обзора я продаю по очень приятной цене. Координаты будут прикреплены в первом комментарии. Дрель. Обе дрели имеют очень чувствительные кнопки, то есть нажимаем по чуть-чуть и крутит по чуть-чуть. Точно так же дрель 600-ваттная. Так, нам указали, что дрель может работать с деревом диаметром 30 мм. Ну, для начала я начну с 20 мм. Ну что ж, первое сверло 20 мм. Попробуем? Ну что ж, друзья, пока я там тестирую дрель, мы вместе с вами зайдем на Е-каталог, чтобы посмотреть, почем продают данные дрели. Хочу еще раз всем напомнить, что Е-каталог это не интернет-магазин, это сервис, который собирает информацию со всех интернет-магазинов. Здесь все очень просто. Вот, например, в поисковой строке напишу дрель. Сразу видно, есть такой поисковый запрос. Ну, как всегда, дрелей здесь очень-очень много. Так же мне нравится, что на Е-каталоге можно посортировать, например, от дешевым к дорогим. Ну, здесь все, как вы видите, дрели по смешным, дешевым, я бы даже сказал, сказочным ценам. Так же очень удобный тот момент, что справа на страничке есть подбор по параметрам. Как вы видите, подбор по параметрам здесь очень широкий. Вот, например, можно подобрать по типу патрона, самозажимной или ключевой. Так же видно, что есть разные типы дрелей, ну и так же можно подобрать по мощности. В данном случае я воспользуюсь подбором по производителям. Выбираю InterTool, ну и видно, InterTool имеет очень много моделей. Но нам нужна та модель, что с обзора, вот ее нашел. Как всегда, здесь все как на ладони, сразу видно и минимальную, и максимальную цену. Так, добавлю свой список желаний и добавлю списки для сравнения. И, как всегда, есть очень качественные фотографии. Спуститься ниже по страничке можно посмотреть все характеристики, и так же можно посмотреть, какие магазины нам предлагают данную дрель. Например, мне очень нравится тот момент, что 750-ю дрель не нужно долго искать. Вот видно сразу есть и 600 ватт, и 750 ватт. Я перехожу на 700 ваттную модель, и здесь тоже все как на ладони. И минимальная, и максимальная цена. Как всегда, добавлю в свой список желаний и добавлю в списки для сравнения. В общем, друзья, кому будет интересно, как всегда, все ссылки я оставлю в описании. Абсолютно не чувствует нагрузки, сейчас поставлю сверло побольше. А что, пробовать так, пробовать. Я установил 35, здесь нам указали 30. Пробуем. Друзья, реально тянет. Я реально ложился на ту дрель, пытался ее установить, но реально. 35 тянет, то есть получается, что указали. Так оно и есть в действительности. Так, взял 40-ое сверло, чтобы проверить на стресс-тест и посмотреть, что покажет ваттметр. Я уже здесь засверлился для того, чтобы лечь на дрель. Как вы увидели, рабочая мощность реально была 600-650 ватт, а уже максимальная пиковая, когда я уже ложился, дрель останавливалась, то уже возле киловатта. Понятно, что с такой нагрузкой работать нельзя. Точно так же проверю дрель 750, сначала пировое сверло под номером 20. Идет как в масло. Так, теперь 35. По-моему, с 35-кой она бодрее работает, чем 600-ваттная. Ну, потом мы еще посмотрим, какие там двигатели внутри стоят. Возможно, они одинаковые. Тоже 40-ое сверло, стресс-тест и посмотрим, что нам покажет ваттметр. Ну, что я могу сказать? Все, что заявлено в характеристиках, все так и работает. А теперь поехали разбирать. Ну, что ж, смотрим, что там внутри. А внутри все просто двигатель. Что я могу сказать? Ну, реально здесь все замечательно. И стоят конденсаторы, которые гасят помехи на сеть. Видно, как они аккуратно уложены. Плюс стоит фиксатор сетевого кабеля. Кнопки в обоих дрелях идут 6 А с сертификатами CQC. И также в обоих дрелях есть и скорогасители. И точно так же у дрели 750 Вт. Вот перед разборкой думал, что здесь будут стоять втулки. Нет, друзья, здесь стоят шариковые подшипники. Шпиндели и шестерни идут абсолютно идентичны. И также подшипники одинаковые под номером 6001. Смазки в данных дрелях дали достаточно. Я думаю, почему тут люфтов абсолютно нет. Так как вал упирается в втулку скольжения. Щетки в данных дрелях также идут одинаковые. Размер их составляет 9 на 5 мм. Ну, а двигатели совсем разные. За что я и переживал. Думал, они будут так же интентичны, как и вот эти патроны и шестерни. Катушка статора от дрели 750 Вт имеет 35,5 мм. А катушка статора от дрели 600 Вт имеет 28 мм. Ну, это видно невооруженным глазом. И это видно по якорям. Якорь от дрели 600 Вт меньше, от 750 Вт больше. Значит, эта дрель все-таки реально мощнее. Это не маркетинг. Как для дрели якорь залит хорошо. Ну, в принципе, здесь супер бронировки не нужно. Видно, вот эти все витки усилены и спрятаны полностью под лаком. Тушки статора, как и у всех дешевых инструментов, скреплены хомутами и дополнительно хорошо пролачены. Сейчас покажу вблизи. Ну, лака здесь реально не пожалели. Прямо аж много так залили. И вот эти витки не люфтят. Тоже, будем подводить итог. Как показал обзор, это не маркетинговый ход. На самом деле, одна дрель мощнее, другая дрель слабее. И для домашнего пользователя данные дрели будут служить долго и счастливо. Соответственно, дрель ДТ-09 имеет вес с учетом кабеля 1,6 кг. И дрель ДТ-01-11 с учетом кабеля 1,6 кг, на 100 грамм она тяжелее. Как всегда, лайк, дизлайк, подписка и нажми колокольчик, а то пропустишь много чего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok